Тысячи людей каждый день ездят на работу или учебу в крымскую столицу из окрестных сел. Многие трудятся во вторую или третью смену, заканчивают свой день не раньше, чем в 11 часов ночи. И тут появляется проблема, как попасть домой. Ведь в такое время симферопольские маршрутки, если и ходят, то крайне редко. Троллейбус проблема. Те троллейбусы, которые идут, тут много жалоб идет у нас. Аэропорт Симферополь добираться сложно. Троллейбусники междугородние берут большие суммы, более 160 рублей с человека за провоз. Поэтому сегодня принято решение для того, чтобы пустить именно дежурный транспорт, дежурный автобус. Выход найден. В Симферополе открылся первый ночной маршрут. Его номер 49А. Курсировать он будет от аэропорта до парка Тренева через ЖД вокзал. В мэрии уверены, маршрут не будет убыточным даже при цене за проезд в 10 рублей. На фирме, которая отвечает за новый маршрут, к работе подходят ответственно. Для начала автобус загоняют на техосмотр. Пока трудятся специалисты техники, водитель получает путевку и идет на проверку к доктору. После отправляется в рейс. Автобус очень удобный, комфортный. На нем удобно ездить. Он мягкий. Пассажирам подножка низкая. Они входят, инвалиды, коляски. Матеря с детьми легко возят эти коляски и проезжают со мной. В 7 часов вечера каждый день в это время один автобус будет выдвигаться из аэропорта. Второй ему навстречу от парка Тренева. В такое время очень сложно дождаться автотранспорта, еще чтобы он довез в такие заленные места города. Хороший маршрут. Не нужно будет деньги до такси тратить, если, допустим, ехать. Потому что, допустим, с центра, не, допустим, на крес, да, там 200-250 рублей. За 10 рублей доехал и все. Только одним ночным маршрутом городские власти не ограничатся. В ближайших планах запустить автобус от Свободы до Маршала Жукова. Екатерина Зуева, Служба новостей, ИТВ. Продолжение следует.